Алло, мне не слышно. Слышно? Сейчас слышно. Все, отлично тогда. Всех приветствую, кто уже присоединился. Давайте знакомиться. Агентство «Теплый дом», город Королев. Очень приятно. Как погода у вас? Погода отличная, жаркая. А вы? А у вас как? Ну, тоже, наверное, в этом году. Вся Россия так. Наверное. Сейчас минутку. У кого нет возможности говорить, либо нет желания, кто стесняется, может писать в чате. Пишите, откуда вы, как вас зовут. Представляемся. Говорить можно, да? Меня слышно? Да. Я любимая из Москвы. Рада всех слышать. Тоже очень рада слышать. Как в Москве дела? Отлично. Жарко. Тоже хорошо. Ольга, добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день. Присоединяйтесь. Откуда, Ольга? Санкт-Петербург. О, география. География, да, смотрю тут. Из всяких городов. А скажите по времени, сколько эфир будет длиться? Ну, будем надеяться, что в час уложимся. Ага. Хорошо. Все будет зависеть от того, как будем работать. Что-то без десяти девять надо убегать. Ну, немножко пораньше. Ну, ничего страшного. Самое главное – вынести какие-нибудь новые знания, я так думаю. Да, согласна. Это будет в каком-то режиме общения, да, происходить? Ну, вообще, на самом деле, постараемся, да, чтобы как-то включить вас тоже в беседу. Я так думаю, это будет интереснее, чем просто обычные монологи. Да, да, интересно. Матвей, третий раз говорю громко. Для тех, блядь, для кого не доходят. Что-то там лицензурную лексику нам не надо сюда, пожалуйста, в эфир. Очень прошу. Надо уважать друг друга. Ну, кто-то просмотрел нечаянно. Нет, нельзя. Ну, вообще, есть много русских, хороших слов, в которых можно обойтись без этих слов. Я просто не позволяю в своем присутствии слышать от кого-то. Если что, буду отключаться. Ну, я думаю, там поняли, отключились. Ну, отлично. Все, что все поняли. Понятливые люди. Потому что жизнь такая прекрасная, зачем использовать такие плохие слова. Как включить? Там внизу, с левой стороны, смотря, как она входит. Телефон или скачет. Значок есть. По телефону слева внизу, а на компьютере надо войти со звуком компьютера. Приходите. Значок. Алло, алло, добрый день. Добрый день. Вы меня слышите? Да. Очень приятно. Тестирую пока, потому что не все слышно. а сейчас на слышно до меня не слышно очень хорошо кто еще присоединился кто откуда не слышно нас не слышно получается мы слышим они нас нет садится телепузик спать ложится получилось получилось в принципе да я думаю давайте начнем сегодня у нас тема как уже это говорилось установление контакта давайте начнем я с вами познакомлюсь меня зовут бубнов антон я работаю в компании риэлтор уже 7 лет этого находится компания в городе пенза вхожу в топ-10 компании мой рекорд это 17 сделок в месяц на данный момент я прохожу обучение на бизнес тренера по продажам у алексея осипенко ну в принципе кто-то уже представился да кто не представился есть желание еще представиться или пойдем дальше пойдем дальше пойдем дальше хотелось бы услышать или возможно увидеть цель какую цель вы преследуете придя сюда вот в этот кабинет для того чтобы послушать сегодняшние лекции так сказать какая цель зачем вам это нужно возможно кто-то может голосом ответить кто-то написать наверное приобрести какой-то опыт опытных риэлторов и и наверное принятие внимание и передать свои деятельности не использовать свои деятельности спасибо антон а вы работаете по холодным звонкам на самом деле я не очень холодные звонки до приходится это делать личный опыт я немножко расскажу почему потому что холодный звонок это много энергию он забирает на самом деле очень много энергии если человек еще попадается который ну про нашу деятельность при риэлторе если говорить попадается тот человек который самый первый выставил объявление самое первое одно и прошло час возможно и ему звонит там еще пять-десять риэлторов начинает одно и тоже давайте мы вам продадим конечно же мне очень интересно разговаривать и построение разговора с таким человеком строится немножко сложнее вот они выматывают из-за этого я их очень очень не люблю и стараюсь работать по рекомендации ко мне приходят именно те люди кто по рекомендации с кем я уже работал с кем кто-то друзья родственники посоветовали с ними работать конечно же проще рекомендации же тоже имеют эффекты но что они как-то исчезают и как-то нарабатывать базу да да базу нарабатываю в чем плюс я работаю в основном в одном районе редко как куда-то я ухожу далеко например у нас там город делится ну территориально на четыре района там возможно там каким-нибудь первомайский ленинский да но мы их называем но это у всех так в районе там бывает в городе вот то еще один каждый район он территориально делится еще на маленькие районечки да ну у кого как они называются у кого-то там в каких-то даже городах кварталы вот как-то так делится вот и я работаю целенаправленно в основном в одном районе даже ну он называется район терновка у нас например то есть там состоит сектора где есть старый сектор прямо там пятиэтажки хрущевки грубо говоря есть высотные дома девяти десяти этажки панельки есть несколько жилых комплексов которые строятся вот я работаю в одном из жилых комплексов то есть мне от работы до дома две песни эти ну и обратно соответственно и работаю вот я стараюсь вот так вот стараюсь я всегда еще плюсом может быть интересно вам не интересно как делать когда ко мне приходят люди да обращаются говорят помогите мне найти квартиру я что делаю давайте спрашиваю у вас есть времени там два часа например три часа желательно они говорят да есть я говорю тогда я сделаю подборку там пять-шесть объектов и мы с вами сходим посмотрим говорились договорились я их приглашаю в офис они приезжают ко мне в офис без разницы на машине они не на машине и мы просто идем и гуляем по району то есть именно по району поэтому и я рассказываю что есть рядышком каждому дому подходим я рассказываю дом чем хороший чем он плохой то есть даже иногда говорю правду ту которую не очень приятно слышать и которые возможно отпугнет при покупке объекта в этом доме но я лучше расскажу для того чтобы они сказали да спасибо ты был тот человек который нам помог выбрать жилье нашей мечты потому что квартиры это дорогостоящий объект который люди некоторые покупают вообще раз своей жизни и они считают что это очень очень большие деньги и доверить какому-то левому человеку для того чтобы он помог распорядиться их деньгами это на самом деле очень очень тяжело можно перебью вас немножко смотрите а вот существует же база существует же все ресурсы в которых они тоже могут посмотреть эти квартиры и ваша задача они тоже могут это же видеть или ваша специфика отобрать то что они хотят да то есть вы когда встречаетесь с ними определяете наверное круг задач которые им интересного по любому да почему потому что опять же повторюсь у нас новый район в основном вот я занимаюсь здесь около 40 домов новостройки вот все дома новые то есть они построены в течение 10 лет то есть ну понятно там те которым уже 10 лет это там старый кирпичный есть панельные дома и так далее планировка и один из немало важных вопросов я всегда первый вопрос спрашивают для себя они ли не не для себя с целью инвестиции сдавать купить для того чтобы перепродать то есть это про вторичное жилье это я не про стройку если говорю ну и опять же уточнить если стройку сданный дом не сданный дом понять для того чтобы что предложить потому что можно предложить блин 100 вариант и вот у меня рядом со мной дом он сдался обновит в доме 117 объявлений в одном доме вы представляете там 600 чем квартир 100 из них квартиры продаются вот нужно сузить круг потому что идти смотреть вот приведу опять же пример прошлые субботы у меня клиенты приехали звонят говорят мне нужно квартиру звонили они мне по объекту который уже продан вот мы прям только-только взяли задаток я говорю взяли задаток что вы ищете они говорят для сына сын молодой нужно вот что-то купить я поспрашивал у своих менеджеров в офисе что есть в основном это были объекты наших же ревелторов ну и личные смысле вот и мы пошли мы в одном доме посмотрели пять объектов из пяти они сразу же определились на объект мы пришли в офис подали заявку на ипотеку и передали задаток а вот просто вы задаток берете или аванс задаток а чем хуже или лучше аванса стимулирует обе стороны вот на сегодняшний день не знаю как у вас опять же вот у нас тенденция была наверное апрель месяц очень много отказов выхода на сделку по каким-то причинам то есть причем ну наверное процентов 20 задатков сорвалось это очень много у меня за ну вот в этом нет наверное вот по осени тоже бы была тенденция два или три задатка сорвалось ну там штрафные санкции прописываете то есть стандартные то есть да у нас как единственное у нас подпункт есть это о том что по вине третьих лиц то есть это не одобрение банком объекта либо какие-то причины возврат в полном объеме без каких-то санкций а если какую-то юридическую чистоты давайте про юридическую не будем говорить давайте про тему хорошо давайте хорошо спасибо большое наталья мы после можем после презентации с вами пообщаться хорошо все все молчу спасибо извините пожалуйста так сегодня мы разберем тему установления контакта будут разобраны те под тем их так назовем до ошибки при установлении контакта формирование первого впечатления о себе также разберем комплименты это немаловажная часть я так думаю в общении с клиентами и вербальное невербальное взаимодействие при установлении контакта я так думаю для того чтобы продать что-то нужно приложить немало усилий первое на что должен быть направлен менеджер при установлении контакта с клиентом пока не налажен контакт надеяться на плодотворное сотрудничество ну бессмысленно важно создать о себе хорошее впечатление на это будет работать опрятный внешний вид доброжелательность позитивный настрой манера речи манера общения и так далее следует в первую очередь от себя чтобы шел только позитив желание помочь быть внимательным к словам клиента но не быть настойчивым стараться общаться на равных и не пытаться продавать свой продукт только для того чтобы продать следуя этим правилам можно добиться расположение клиента и в дальнейшем заключить выгодную сделку ошибки при установлении контакта мы разберем ну самые часто встречаемые ошибки которые можно допустить при общении вот первое это слишком близкий контакт никто из людей не любит для того когда рядом с ними находится я думаю каждый поймет и вот возможно плюс сегодняшней обстановки которые в нашей стране да вот этот ковид и в мире немножко как раз таки разграничил это вот этот системы дистанции ну я тоже честно не люблю я люблю чтобы рядом со мной на расстоянии вычинкой руки никто не стоял и мне тяжело находиться когда кто-то рядом со мной вот вторжение в личное пространство никому не понравится желательно находиться на расстоянии метра от человека если вы подходите вплотную к человеку то не каждому это может нравиться может вызывать панику раздражение и люди желают поскорее уйти неправильно подобранный тон тоже это немаловажный фактор с человеком желательно общаться более тепло то есть приветливый дружелюбный тон общение на равных не нужно быть надменным над человеком да то есть люди которые к нам обращаются они как ну я уже говорил они впервые в жизни могут оказаться в ситуации покупки продажи объекта недвижимости если прийти надменно смотреть и говорить объяснять им как глупым людям то есть это тоже неправильно нужно говорить там например медленно для того чтобы они понимали речь о том что говорят но не так как будто они прям глупые до них туго доходят лучше так сказать дальше повышенное внимание не нужно давить на человека настойчивым не нужно быть если человек ну клиент наш готов сделать покупку не нужно его передавливать это тоже может сказаться негативно и само собой человеку не понравится длительный монолог меньше говори больше слушать девиз хорошего продавца но я думаю это так уже все знает при общении с клиентом большую часть времени продавец слушает и ищет оптимальное решение проблемы в разговоре он должен присутствовать преимущественно при помощи открытых наводящих вопросов но никак не занимать все время монолог сейчас давайте попробуем сделать упражнение получится не получится у нас проанализируйте свое поведение при общении с клиентом какие были допущены ошибки в процессе установления контакта вот на задание давайте 3-5 минут вот если есть возможность можно писать в чате если получится мы сейчас эти ошибки разберем и попробуем решить их убрать точнее это приступаем не но но Спасибо. Если есть такие, то можно их уже написать, ну, либо озвучить, кому как удобнее. Спасибо. 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 После общения с клиентом. Ошибок бывает много. Ну, я не знаю, поделюсь опытом, у меня был необычный показ дома вот в поселке, в коттеджном поселке, и люди задавали вопросы, ну, как-то не по существу. То ли они вот просто издевались надо мной, то ли это был какой-то у них, действительно, они не понимают и задают несущественные вопросы, которые повлияли на покупку. И было, конечно, немножко негативно от того, что люди до главного не спрашивают, а спрашивают какую-то ерунду. Вот как в этом случае, как их перевести на серьезность вопросов, потому что я пыталась их перевести, их немножко это обидело. И я так понимаю, что им не понравился мой показ и демонстрация объекта. Хотя все все время были в восторге. То есть это для меня был очень хороший урок. Все плохое – это всегда урок, на который нужно было как-то, наверное, по-другому отреагировать. Ну вот даже простой вопрос, а почему такие окна, как двери, ну панорамные окна, да? Все, наоборот, это любят, да. Вот, одноэтажный дом, а там перекрытие железобетонное, я говорю, ну нет, конечно, деревянное. И вот слово даже «конечно», может быть, даже как-то их насторожило, что они этого не знают, и я, наверное, их обидела чем-то вот этим. Я уже так порнофицирую. Я думаю, ничего страшного, спасибо. Да, ну вот и мои вот эти вот такие ошибки, которые, я не знаю, могут все-таки продолжать диалог дальше, либо как-то выходить из этой ситуации. Ну, скорее всего, они только на начале этапа просмотра, потому что дома – это вообще отдельная тема. Когда-то в начале своей карьеры я занимался именно домами, я пришел продавать именно дома, вообще жесть это. Столько нюансов там нужно знать. Если люди в начале поиска, или они, возможно, где-то уже были, им начали рассказывать презентацию, как строится, возможно, инвесторы какие-то были, они попадались, им рассказывают, из чего построено. То есть мы же в первую очередь риэлторы, универсальные люди должны быть. Мы должны знать, из чего построен дом, как он построен, какие фундаменты бывают вообще, в принципе, их много-много различных видов. Люди видят нас на тех людей, экспертов. Экспертов мы должны быть во всех темах, вне зависимости от того, что мы продаем. Мало ли нам придется церковь продавать какую-нибудь. Людям же нужно ее продать. Уметь отвечать на вопросы, помогать людям. Я думаю, не стоит никогда, как это, злиться, обижаться на них, или там показывать, как-то наоборот реагировать. Ответить и попробовать следом задать вопрос то, что именно вам интересно по дому дальше. Пробовать перевести. Если нет, не помогает мягко, то... Просто помолчайте и дать возможность посмотреть объекты им самыми. Правильно? Да. Все понятно. Не показывать эмоции. Не показывать эмоции. Эмоции ни в коем случае не показывать. Потому что иногда приходишь и думаешь, блин... Нет, когда люди сидят в поселке, ты через 20 минут, они звонят тебе полдевятого вечера, можете показать дом? Вот сейчас. У нас маленький ребенок, мы приехали издалека, то есть не согласовав. Я говорю, хорошо, через 25 минут я буду, смотрю по навигатору. Я приезжаю туда, когда они звонят, так я думаю, боже, зачем же я приехала? Ну вот, и такое бывает в практике. Возможно, возможно, это какие-то... Ну, туристы, да, возможно, посмотреть. Туристы, туристы. Да, интересно же. Особенно, если дорогостоящий объект. Почему? Мне тоже нравится смотреть дорогостоящие объекты. Я прям любитель по хорошим квартирам, походить и по домам. Посмотреть, поспрашивать, то есть как бы это, не относящиеся к работе. Еще у кого-то есть? Так, ладно. Желаний нету, либо нет ошибок. Это хорошо. Нет ошибок, люди, наверное, опытные, да. Да, когда опытные люди. А вообще только сильные личности признаются в своих ошибках. Потому что кто, когда ошибается, это очень трудно сказать, что я вот не прав, я там глупо по стыту, я вот... Это действительно очень сложно. Это каждому нужно преодолеть. Потому что нам... Можно я поделюсь? Давай, ой, хорошо, давай. Спасибо. Да, Бина, ну, я, знаете, немножко... Ну, работала немного в этой сфере недвижимости, да. Вот сейчас у меня другая немножко направление, совсем другое. Это MLM направление. Вот, и, значит, я проводила переговоры, да, с человеком, делала запись, потом анализировала, что произошло. И там вот были очень такие, знаете, вот жесткие были аргументы, да, высказанные. И вот я поняла, что можно человека, в принципе, вот не допрашивать, да, иногда некоторые его аргументы игнорировать и идти дальше, как-то смягчать эту тему. Вот смягчать именно, и вот есть такие фишечки, как отвлечение. Или можно вопрос задать. Вот, Наталья, к вашему случаю, да, когда ты сказала про эти вещи, да, вот... А вы с какой целью спрашиваете? Вот, ну, такие, я слышала, на вопрос, вопросом задавать, да. Да, и, ну, еще, как бы меня тоже так обучали, что, да, мы профессионалы, мы должны знать, конечно, эти моменты, но мы можем и не знать. И также можно ответить, вы знаете, я могу этот вопрос уточнить. Я понимаю, что для вас это важно. Или почему для вас это важно? Вот, вот как-то там, вот, вот, как-то стараться вот находить точки соприкосновения, где-то отвлеченные какие-то вопросы, какие-то темы. Спасибо. Спасибо большое. Мой опыт. Так, пойдемте дальше. Следующая тема у нас – это формирование первого впечатления. Вот, здесь мы разберем правила общения и пошаговую инструкцию установления контактов. Кто-то знает какие-нибудь правила общения? Ну, во-первых, надо представиться, дать свою визиточку при первом, поздороваться, обозначить, как зовут. Вот, это если мы на объекте. Разные есть формы, как будто, общения в офисе или на объекте. Вот, когда мы приходим к продавцу. Ну, я считаю, что, во-первых, улыбка, действительно добродушное отношение, желание, вот, ну, решить задачу, которая стоит перед тобой и видеть цель, как ты ее сделаешь. Вот и все. Видеть впереди, как будто этот путь. Ну, и предложить свои решения. Правильно. Еще кто-то хочет? Ну, прежде всего, это установление контакта. По-моему, это аэропорт называется. Вот, приветствие, расположить клиента к себе. Вот, вызвать, соответственно, симпатию, доверие и какой-то задать, ну, вопрос. Значит, вопрос, там, когда ехали, или расположить, комплимент, да, сказать еще, кто. Это очень здорово работает. И, действительно, вот, первое впечатление, это очень важно. Продай себя там за несколько минут. Да, спасибо. Есть такая поговорка, наверное, да, или я даже не знаю, что это как-то назвать. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Ох, отличные, хорошие слова, да. Вот, то есть, поэтому к этому нужно готовиться. Всегда. Первое впечатление, оно всегда самое важное, да, и возвращаемся, опять же, к пословице. Встречают по одежке, а провожают по уму. Вот, и как бы зрительный контакт, он самый первый контакт. Вот, разберем. Понравится, да, человеку, понравится. Ну, наверное, не как личность, а как, наверное, реактор, действительно. Ну, да. Так, разберем правила общения. Их здесь будет несколько. Вот, сейчас мы их каждые по очереди будем разбирать. Первое. Это правило 40 секунд, да. Считается, что первые впечатления о собеседнике человек способен сформировать за 30-40 секунд. Как произвести хорошее первое впечатление? Конечно же, стоит позаботиться о внешнем виде. Ну, это само собой. Кроме того, любой человек, с кем мы общаемся, он будет оценивать наше умение говорить. И, само собой, первые сказанные слова, они будут влиять на формирование впечатления о нас. Действия, что мы делаем при том, как говорим, как мы здороваемся, да, и так далее. И все это будет отражаться именно здесь. Дальше. Всегда нужно слушать человека, с которым мы общаемся. Всегда слушайте, отвечайте на вопросы этого человека и всегда старайтесь задавать вопросы. Если человек видит искренний интерес к своей персоне с вашей стороны, то он расскажет вам все то, что вы хотите услышать и, возможно, даже больше. Уточняйте всегда, всегда уточняйте те моменты, в которых вы не можете, в которых вы можете неправильно понять друг друга. То есть, само собой, есть для этого фразы уточнения. Верно ли я вас понял? То есть, человек что-то нам рассказал. Ну, возьмем, если это наша работа, да, то мы пришли к человеку, он говорит, хочу продать квартиру и переехать там в другую, в большую квартиру. Ну, и, само собой, можно также для уточнения в конце диалога, либо когда он только начинает говорить, уточнить. Верно ли я вас понял? У вас есть ваш вот этот объект недвижимости, который вы хотите продать, и взамен вы хотите приобрести, например, там, трехкомнатную квартиру. Да, все правильно. Вот, это для чего нужно? Это для того, чтобы понять, как строить дальше вот именно общение. Если вам рассказал клиент что-то, вы, опять же, там, недопоняли, можно опять задать вопрос. Давайте еще раз проговорим этот момент. И еще раз проговаривайте для того, чтобы точно понять, что вы услышали все так, как сказал вам человек. Уточните, пожалуйста, что. То есть, например, говорит, я хочу трехкомнатную квартиру. Уточните, пожалуйста, в каком районе вы хотите и так далее. Опять же, Наталья, вот когда вы задавали вопрос, да, там, про дом, что вы имеете в виду, задавая этот вопрос? Вот, и человек попробует, возможно, раскрыть вопрос. Следующий. То есть, вы хотите и почему вы так считаете? Тоже, как бы, немаловажный. Где можно применить такой вопрос? Пошли, посмотрели квартиру. Человек говорит, мне не нравится данный объект недвижимости. Всегда спрашивайте, почему вы так считаете? Почему? То есть, попробуйте услышать ответ человека. Для чего? Для того, чтобы понять, раскрыть всю сущность. Почему? Это тоже немаловажно. Ну, следующее. Это сделайте всегда ваш диалог с живым. Если просто вести сухую беседу, это же неинтересно. Приведу пример из жизни. Ну, возможно, это всегда так, да? Не знаю, кто-то встречался, с таким не встречался. Нотариус. Приходим к нотариусу. Делает она договор нам. Само собой, он готов заранее. Лето, жара. Мы как раз после обеда пришли, сели. И она начинает нам читать. Мало того, у нее договор этот сделан на три страницы. И она его читает. И читает так вяло. И все начинают засыпать. Было даже такое. То есть, это встречается. Вот. Это один из примеров. Человеку всегда интереснее разговаривать с собеседником, который эмоционален. Это вызывает живое общение, называется. Обычный формальный тон, он способен нагнать тоску на кого угодно. Поэтому, если клиент не выказывает раздражение, спешки или некоторых особенностей, поведение, по которым можно судить о сложном характере, слегка расслабьтесь и позвольте себе немного неформального юмора или эмоциональности в ответ на искренность человека. Вот. И следующее. Делайте комплименты. В дальнейшем мы прямо раскроем. Это прям будет целый подпункт в нашей теме. Всегда правильный и вовремя сделанный комплимент способен моментально расположить к вам собеседника. Обратите внимание на окружающую обстановку. Возможно, вы увидите грамоты, награды на стенах. Это при нахождении в офисе, либо на локации нашего клиента, например. Вам понравится уютная атмосфера в кабинете. Отметьте то, что клиент может считать действительно важным. Опять же, возвращаемся к подготовке перед встречей. Идете к клиенту, всегда добудьте какую-то информацию об этом человеке, либо о том месте локации, где находятся квартиры. Это если брать про нашу деятельность, про риэлторскую. Всегда изучайте заранее информацию. Используйте технику маленького разговора. Это неформальное общение на нейтральную тему, которое поможет снять напряжение или неловкость. Важно, чтобы эта тема была интересна и приятна вашему собеседнику. Тема для маленького разговора – это хобби. Разговор о том, что вы когда-то услышали от собеседника. Интересные и уместные истории и тому подобное. Дальше. Пошаговая инструкция по установлению контакта. Начиная разговор, установите зрительный контакт. Улыбайтесь, тепло и искренне. То есть, всегда смотрите человеку в глаза. Ну, конечно, не нужно смотреть прямо в глаза, сели и смотрите, смотрите, в гляделки играть. То есть, ненавязчиво обязательно. Поприветствуйте клиента, обратившись к нему по имени, если оно вам известно. Если неизвестно, то само собой представьтесь сами, познакомьтесь, как зовут человека и старайтесь в течение разговора всегда обращаться к нему по имени. И человек тогда понимает, что вы обращаетесь именно к нему, то есть ему проще получать информацию от вас. Ну и также человеку всегда приятно, когда ему обращаются по имени. Это более становится дружественное, либо более теплое общение, когда именно по имени. Сами представляйтесь, коротко и понятно. Сделайте легкий комплимент компании, клиента, его вкусу в выборе товара. Ну и если касаться именно нашей деятельности, это пришли к продавцу, то это объект недвижимости. Дальше обратился к вам покупатель именно там на подбор. Вы сделали правильный выбор в компании. Это тоже как вариант. Не тратьте времени, когда клиента. Всегда старайтесь перейти сразу же к сути беседы. К сути беседы и используйте активное слушание. Следующий подпункт – это у нас комплименты. Правильные комплименты. Виртуозный инструмент для бизнеса. Деловой комплимент как средство общения с клиентом. Какую роль играют комплименты клиентам? Комплимент – это слагаемое сервисного поведения. Он действует на эмоциональном уровне, повышает настроение, улучшает самочувствие, и общение между людьми становится более тесным. При работе с возражениями и не только комплименты клиентам играет немаловажную роль. На всех этапах продаж не обойтись без проявления любезности по отношению к потребителям услуг. От создания контакта до его удержания. Искусство комплиментов клиентам – это крайне эффективный инструмент. Но при этом очень важно аккуратно с ним обращаться. Любому человеку нравится, когда его хвалят, отмечают успехи во всех сферах жизни. Но если комплимент переходит в лесть, то это всегда чувствуется и негативно сказывается на ваших взаимоотношениях. Поэтому нужно понимать, как правильно похвалить человека и где та грань, через которую нельзя переступить. Чем комплименты клиента отличаются от лести и похвалы? Лесть от комплиментов легко определить. Это чувствуется на подсознательном уровне. Но все-таки есть признаки, определяющие каждое понятие. Главное отличие состоит в том, при каких условиях и какие люди делают комплименты. Цель лести – заставить человека делать так, как выгодноговорящему. Это всегда манипуляция, направленная на достижение корыстных интересов. Иногда бывает сложно отличить лесть от комплимента. Но если ваши заслуги преподносятся в увеличительной степени, знайте, вам льстят. Вот сравните две фразы. Вы такой молодец, что бы я без вас делал. И как хорошо, что еще есть профессионалы своего дела. Они вроде бы не отличаются, но первое – это идет преувеличение. Потому что без любого человека взять нашу сферу деятельности, без риэлтора же можно обойтись. Да, можно. Поэтому здесь, соответственно, все понятно. Похвала – это особая форма положительной оценки, которая возможна только если говорящий стоит выше вас по рангу. Либо по возрасту. От учителя, ученику похвала может быть. От родителя ребенка может быть похвала. От руководителя, сотрудника может быть похвала. Но похвала не может идти от человека ниже ранга. То есть, возможно, он не может какие-то профессиональные качества отметить и сказать, что они хорошие. Деловые комплименты. Они бывают искренними и манипулятивными. Искренние комплименты – это лучший способ подружиться с клиентом, сформировать положительную репутацию компании в их глазах и завоевать доверие. Есть примеры. Не все клиенты так заботятся о своем здоровье. Это когда человек приходит к врачу и задает вопрос. И, само собой, он хочет ему сделать комплимент. Я хотел бы иметь дело с профессионалом. Тоже. Это искренний комплимент. Дальше. Манипулятивные комплименты. Такие комплименты умные клиенты могут сразу вычислить. Их цель – получить выгоду для говорящего. Они направлены не на улучшение эмоционального состояния человека, а на стимулирование его поступить так, как нужно автору комплимента. Также бывают правильные и неправильные комплименты клиентам. Давайте, чтобы вы не скучали, попробуем разобрать, какие комплименты могут быть правильными и неправильными комплиментами. Давайте попробуем привести примеры правильных комплиментов. Можно также либо написать, либо голосовые. Здесь имеются комплименты личности человека или объекта. Понимаете, это разные вещи. Комплименты, объекта, например, личности, с кем вы встречаетесь. Это разные два компонента. Например, мы можем рассмотреть, опять же, правильно, мы комплименты можем сделать месту, это в нашей сфере, это объект недвижимости, можем сделать человеку. Допустим, если человек пришел к нам в компанию и говорит, я хочу продать объект недвижимости. Мы не видим объект недвижимости, но мы хотим расположить клиента к себе. Какие стоит в данном случае использовать правильные комплименты? Можно для начала поблагодарить человека, что он выбрал именно нашу компанию? Да. Правильно. Что такое правильный комплимент клиенту? Разберем. Основанный на фактах, в первую очередь, он должен быть основан на фактах, отмечающий положительные качества, подчеркивающий пунктуальность, отмечающий всегда позитивный настрой, замечающий, что клиент выглядит модно. Можно же задавать вопросы, ой, комплименты можно делать и мужчина мужчине, и женщина мужчине может. Правильно же делать? Вот. Договорились вы о встрече, человек к вам пришел. Можно же отметить пунктуальность, правильно? Пунктуальность, да, это очень важно, потому что это тоже, да, комплимент, который позволяет встретиться в одно и то же время и не доставить кого-то ждать. Это очень хороший комплимент, да. Ну и самим нельзя просто. Да, все правильно. Говорит, спасибо, что вы пришли вовремя, ничего страшного, что я задержался. Что сейчас на часочек так? Вот. Есть комплименты, вот, например, всегда позитивный настрой. Есть же такие вот прям вот живчики, живчики, вот всегда приходишь к ним, я не знаю, приятно с ними общаться, у них все время атмосфера такая, у них живо есть такое. И к ним еще к тому же приятно приходить. И когда приятно приходить, и комплимент, он идет от души. Все комплименты нужно делать от души в первую очередь. И, ну, опять же, я повторюсь, да, пришли к людям, у них, блин, клево дома. У них даже, когда заходишь, такое ощущение, что охота там быть. И мне нравится продавать такие объекты, потому что они уходят там со второго, с третьего показа, действительно, потому что это есть. И это правда. Вот. Замечающе, что клиент выглядит модно? Да, возможно. Но, опять же, не забывайте, они должны быть искренни. Если человек пришел после работы, и он там в рабочке, не нужно сказать, как вы хорошо выглядите. тоже неправильные комплименты. Это те, которые могут содержать двойной смысл. То есть, вы всегда так хорошо выглядите, вы можете себе это позволить. То есть, ну, такого плана. Большое преувеличение. То есть, вы похожи на королеву. Поучение. Я вижу, вы ухаживаете за собой. Можно было бы рекомендовать вам еще посетить нашего диетолога. Это, например, там в салонах красоты могут сказать. Сейчас, извините, у меня Света, это плохо видно. Я сейчас пришел. Да, Антон, вас не видно. Хотел сказать, вы там немного в темноте. Может, Свет отключить. Неправильный компонент, лучше будет. неправильный комплименты. Кто-нибудь еще может привести примеры? Ну, конечно, смотря кто кому, тут очень сложно, конечно. Без разницы. Любая. Давайте попробуем. Я могу сказать, такой опыт у меня был. Я общалась с человеком, задавала вопросы, и она мне сказала такой комплимент, и вы очень дотошные. Ну, здесь, с другой стороны, риэлтор должен быть дотошный. То есть, я, например, таким не являюсь, к сожалению. Вот, а так, на самом деле, риэлтор должен быть дотошный, особенно в вопросе документов. Документы, это вообще очень важно, потому что всякие же есть различные ситуации. Допустим, допустим, пришли вы на объект недвижимости, да, ну, и спросили у человека, кто у вас собственники? Он говорит, да вон, мы с мужем там купили тогда по ипотеке. Ну, такие, а, ну, хорошо, вдвоем, да, там пришли задаток передавать, грубо говоря, хотят купить квартиру, пришли на задаток, а там получается, что они покупали в ипотеку, использовали материнский сертификат, не выделили доли, и вроде бы, ну, дотошность, она была бы вот в первый момент очень-очень важна, можно было бы подготовиться к сделке заранее, немножко хотя бы. Вот, это немаловажно. Так, дальше, по комплиментам. Давайте попробуем еще раз поиграть, да, возможно. Сделаем, какие комплименты можно задать, можно сделать клиенту-продавцу квартиры? Один-два комплимента. Кто? Кто сможет? Можете написать. Присоединяйтесь, кто не с нами, присоединяйтесь. Ну, можно сказать, во-первых, поблагодарить пунктуальность, поблагодарить, сказать, что как человек очень прекрасно выглядит, то есть он в хорошем расположении духа, это если про личность, а про объект, это, можно сказать, у вас прекрасная квартира, покажите мне самое ваше красивое место. Вот, наверняка у человека найдется то место, которое он просто любит в своей квартире. Вот такой настрой как бы что-то получился. Да, все правильно. Я тоже несколько раз оказывался, так сказать, продавцом квартиры. Вот, и да, есть эти любимые места, и туда ведешь, и прям так вау, с энтузиазмом рассказываешься, рассказываешь. Некоторые, конечно, я думаю, смотрят и думают, что он мне рассказывает, зачем мне нужна эта кладовка? Вот, такого плана. Ну, все, все правильно. Еще кто-то? Можно, наверное, сказать, что я вижу, вы такой заботливый хозяин, который квартиры свою, так сказать, предоставил нам в хорошем виде, или там что-то. Какое-то качество вы отнесете. Да, все правильно. Качество, качество. Если вы мало знакомы с человеком, да, и для того, чтобы был комплимент более правдивым, нужно отмечать те факты, которые налицо. То есть, опять же, там, чисто плотность людей, да, в квартиру пришли. Оригинальный дизайн. Да, со вкусом расставлены, там, различные статуэтки могут быть, там, магнитики висят, то есть, опять же, заметили магнитики на холодильнике. Да, это вы везде там бывали, вау, как круто, что вы любите путешествовать и так далее. И, опять же, это темы для разговоров. Самое первое, это ознакомительные беседы, когда вы ходите на квартиру. Вот, и вот в этот момент можно попробовать что-то узнать о человеке больше и точно так же ему сделать в дальнейшем комплимент. Молодцы. Все правильно. Как у нас по времени? Время 9. Да, как раз. И здесь дальше следующий подпункт, это у нас вербальные и невербальные взаимодействия при установлении контакта. Вот, к сожалению, по времени у нас ограничено было. В дальнейшем мы можем точно так же с вами разобрать эту тему сейчас вкратце, скажем, чтобы вы знали. Вот, я думаю, дождет немножко Алексей у нас. Под вербальной коммуникацией подразумевается использование непосредственно речи в ее устной или письменной форме, то есть информация излагается с помощью слов. Такая форма общения характерна исключительно для людей. Невербальное взаимодействие это так называемый язык жестов. Всегда мы, когда общаемся, нужно использовать жесты невербалика, она очень-очень важна. Если, например, вы пришли на тот же самый объект недвижимости и вроде бы говорите, ой, какой у вас хороший объект недвижимости, мне он так очень нравится, мы его продадим быстро-быстро. у меня руки скрещены, да, и вот эта невербалика, она говорит о том, что нет, не факт, я говорю именно то, что я хочу сказать, и по мне это видно. И воспринятие таких людей, ну, тем же самым клиентом, будет очень-очень двоякое. Вроде бы говорит одно, а по факту он делает другое. Если, ну, не если, а кому интересно, приглашаю на бесплатную консультацию по увеличению продаж. Если у кого-то есть какие-то вопросы, связанные с данной темой, либо еще с какой-либо, я предлагаю точно так же присоединяться, задавать вопросы. Вопросы можно задать в группе в WhatsApp, в которой было приглашение на тренинг. Вот. Я постараюсь всем ответить. Ну, не постараюсь ответить я всем. Ну, так вот. Для руководителя, если кто-то такой, ну, здесь имеется, вы можете заказать двухчасовой онлайн-тренинг для своей компании бесплатно. Вот. Как я уже сказал, заявки оставляйте в группе в WhatsApp, в которую вы получили данное приглашение. Сейчас я передам слово Алексею. Алексей. Да. Всем привет еще раз. Антон молодец. Я был в восторге. Легко с интерактивом. Благодарю всех, кто участвовал активно, помогали Антонову. Это был первый вебинар Антона. Да? Правильно же? Да, все правильно. Это дебют. Дебют, да. И он молодец, что не сказал об этом в начале, как некоторые любят говорить, ой, это первый, вы меня строго не судите. А это был первый, и он получился молодец, красавчик. Значит, этот вебинар, ну, для Антона был возможность попробовать себя в качестве тренера, для меня возможность показать, ну, вам мою практику обучения бизнес-тренеров. Поэтому, если вы тоже думаете обучиться на бизнес-тренера, то мы спросим также в группу, я открыл комментарии в группе, они были закрыты, я открыл. Можете попросить криптацию у меня на тему обучения тренерства, и тогда я уже с вами снизусь, и об этом мы поговорим. Я даже отправляю заявку сюда. Вот, ну, и все, на этом мы заканчиваем, супер. Все, значит, запись мы сделали, следовательно, я ее скину в группу через какое-то время. Можно, если кто там из ваших знакомых хотел, но не пришел, а вам понравилось, пошлите, пусть они посмотрят. Скажите Антону что-нибудь, ну, какую-то обратную связь, только не говорите, хорошо или плохо он сделал, а скажите, что полезное вы для себя взяли. Скажите и напишите. Я хотела бы поблагодарить Антона, действительно, у него первая презентация такая удачная, уверенная, чувствуется, что он действительно очень активный в своих продажах, вот, но все-таки вопрос бы ему, как он может 70 сделать, делать в месяц, я, в принципе, даже не представляю. Вот этот момент. темная. Антон, я хочу сказать, что вы мой земляк, у меня папа родился в деревне Рожки Нижнеломовского района Пензенской области, но его сейчас нет уже. Видите, так что вы мой тоже земляк, мне очень приятно. Спасибо, мне тоже очень приятно, я люблю земляков. А я думаю, что он у нас роднит. Еще кто-нибудь, да, вот Наталья, сегодня вы прям молодец, вы помогли сделать этот вебинар своими вопросами, комментариями. Может быть, чересчур даже, я иногда, как бы, я очень, ну, как общаюсь. Попросить консультацию у Антона и задать ему вопросы после, обитательный пишет. Если вам будет вообще полезно, он может помочь вам в вашем пути становления в ближайшее время, как бы, много чего вам дать. Так что... Спасибо, спасибо. Наталья Завозов. Да, действительно, благодарю вас. Спасибо. Еще кто-нибудь, скажите что-нибудь. Вообще, хорошие слова, она говорит чаще. Тогда, тогда, тогда настрой такой другой, вот, улыбка, настрой, и вот, действительно, контакт проходит, вот, у нас с вами, да, так же, как и с клиентами. Вот если мы умеем, ну, открывать душу, да, и говорить хорошее, то и нам придет хорошее. Все правильно. По опыту моей деятельности. Я очень, у меня очень большой возраст, я работаю в компании три года, но до этого работала в других продажах зарубежной компании. Вот, но опыт все равно пригодился, умение общения с людьми, и вот, вот этот контакт, он мне всегда помогает. Особенно с мужчиной проще работать, чем с женщиной, могу сказать. Комплимент. Значит, нужно учиться с женщинами работать. Нет, то тоже получается, но большинство было, вот, как бы, руководителей, которые мне приходили с высокого ранга, я с ними контакт наводила именно при первом, вот, вот, контакте. Вы улыбаетесь, и все, уже идет положение человека. Если ты не понравился в первые секунды, то с ним будет сложно работать, я так думаю. Ну, и желание. У него в голове проблемы семейные, не знаю, какие там другие финансовые, и он весь в этих проблемах, это сложно. А когда человек открыт, вот, для общения, для получения информации, всегда очень хорошо. Спасибо большое, Наталья. Всего доброго, да, мне тоже очень приятно было. Спасибо. Обычно мне не удается попасть на семинар, у меня какие-то показы, какие-то что-то, какие-то авансы, и вот не получается. А мы будем рады всегда вам. Спасибо, спасибо. Я тоже буду рада встретиться с вами еще раз. Антон, можно? Я тоже скажу. Очень вот для меня было полезно, да, и новое, вот именно, как вы подали тему комплиментов. Вот, и нужно учиться этому, на самом деле. я вот ищу даже в интернете на эту тему информацию, как правильно делать комплименты, поэтому это очень действительно хорошо для контактов. И мне, у меня очень, ну, как бы, сказать, я задачила немножко, вот как, с человеком, естественно, проводить и переговоры, да, и вот, и общаться, и про хобби узнать, и чем он живет, вот, все это в одном флаконе. Спасибо. Вам спасибо. Ну, из наших, я так понимаю, живчиков, живчиков, все сказали, высказались. Вот, можно тоже? Можно, да? Спасибо. Мне понравилось. А, да, твоя обратная связь, давай. Мне очень понравилось, очень интересно общаться.